Всем привет! С вами Светлана и сегодня у нас будет обзор моей косметички, то, что я оставила себе на весну и на лето, и то, чем активно пользуюсь. Итак, давайте приступим. Все тональные средства, основа CC и BB кремы, скульпторы, хайлайтеры я убрала до осени, до зимы, летом я ими не пользуюсь, так же, как и пудрами, пускай кожа отдыхает. Из уходовых средств я оставила себе вот такой вот корректор Beauty Lab, это Faberlic, артикул 02.19, это на тот случай, если у нас под глазками появились темные круги и нужно эту ситуацию исправить. Вот такая вот кисточка, очень классный скульптор, действительно скрывает темные круги, если они у вас не очень сильные, советую. Так, еще из уходовых средств у меня вот такой триролл гель, тоже на экстренные случаи, на утро, если вы не выспались, у вас отекли глазки, мешки под глазами или синяки, он действительно работает, помогает, активно его использую, не каждый день. Но когда нужна, когда есть такая необходимость, артикул 10.36 и здесь вот таких вот три металлических ролика, которые при соприкосновении с кожей, они достаточно прохладные. И через 5-10 минут отеки и темные круги действительно становятся менее заметными и можно наносить макияж. Из уходовых средств моей косметички лежит сыворотка для роста ресниц, это тоже Фаберлик, серия Эксперт, артикул 11.24. Вот такая здесь кисточка и на конце мягкий спонжик, которым можно очень хорошо промакивать место у роста ресниц, которое в принципе и нуждается вот в этом средстве. Не вижу смысла красить все ресницы, а вот место, из которого они растут, скажем так, да, также использую ее еще и для бровей, прохожусь вот этой кисточкой по бровям. И знаете, что хочу сказать, она мне действительно нравится, ресницы и брови, не знаю, каким образом это происходит, но они стали более насыщенного цвета. Как вот на цвет эта сыворотка влияет мне совершенно непонятно, потому что сама по себе она прозрачная. Растут новые, то есть я вижу маленькие коротенькие реснички, поэтому она действительно работает, надо просто делать это ежедневно и регулярно. Так, еще у меня всегда уже много-много лет лежит вот такой вот пузыречек визина, многие, наверное, знают, что это такое, он снимает красноту с глаз. Мы сейчас очень много времени проводим перед всякими мониторами, поэтому глазки наши устают. И вот эта палочка-выручалочка, скажем так, которая со мной уже много-много лет, она у меня постоянно в косметичке. Ну, пинцетик для бровей, точилочка, это, наверное, у всех девчонок. Так, и тени, какими тенями я пользуюсь. У меня уже несколько месяцев лежит вот такая палетка для скульптурирования от Фаберлик, артикул 6073. Вы знаете, она необыкновенная. Хайлайтер у меня разбился и кончился, но он мне, в принципе, уже не нужен. А вот скульптор я использую как тени, как тени или даже прорисовываем ресницы. Это потрясающий оттенок, который мне очень-очень нравится. Вот такой. И румяна. Ну, не использую сейчас практически, если только вот для видео, то да, вот тоже они у меня в ходу. Палеточку эту люблю, и когда закончится, буду покупать еще однозначно. Так, вот такие тени от Фаберлик тоже у меня лежат, артикул 5625. Сейчас я покажу вам их. Заказала поэкспериментировать с зелеными оттенками, но они мне не подошли. Зато активно использую вот этот бледно-розовый серенький оттенок. Они все блестящие, это запеченные тени, очень красиво ложатся на глаз, придают взгляду свежесть. Поэтому их использую тоже вот эти два оттенка. Еще одна палеточка теней, которой много-много уже лет, не знаю, сколько она у меня лежит. Я их то убираю в загашнике, то достаю и опять начинаю пользоваться заново, а для себя открываю какие-то оттенки. Это фирма Faros Cosmetic. И сегодня я выполняла макияж этой палеткой. Здесь красивые оттенки, с помощью которых можно сделать Smoky Eyes. И что мне понравилось, здесь есть пудра, которая уже идет как бы под загорелое лицо. И вот если необходимо припудриться, я ее использую. И светлые оттеночки, чтобы освежить глазик. Вот тоже тут очень красивые. Из кистей у меня лежат две вот такие кисточки в косметичке. Это для пудры, если она необходима или для румян. И для растушевки тени. Это кисти Faberlic, они самые лучшие. Дальше в моей косметичке три вот таких вот карандашика. Два из них я активно использую для губ. Это нюдовые оттеночки. Один натуральный коричневый. И второй вот такой вот немножко сиреневый, скажем так. Мне нравится подводить ими губы, а потом как бы красить блесками. Сейчас я вот так и сделала. Сверху прозрачный блеск. И этот карандашик. Вот такой карандаш для бровей. Я купила его в Орхидей Косметикс. Попробовать. Это вот не знаю даже что за фирма. Может вы знаете, напишите ТФ. Браун Академия. Вы знаете, сначала он мне не понравился. Я опять заказала свой любимый карандаш для бровей от Faberlic. А сейчас я его распробовала. Научилась им все-таки пользоваться. И оказался он невероятно удобным. И красивый оттенок. И надолго его хватает. Уже месяц я его точно использую. И вот сколько еще осталось. Он с одной стороны плоский, с другой немножко расширенный. И красит. Вот им нереально переборщить. Потому что чтобы сделать яркую линию, нужен нажим. Можно поэтому играть с оттеночком. Он как может быть совершенно светленьким. прям таким нейтральным, так и если бы сломала, нажала посильнее. Посильнее если нажать, вот такой он может быть яркий. То есть, а если потихонечку, то в общем для блондинок цвет подходит. Мне очень нравится. И с другой стороны у него очень удобная щеточка. Поэтому карандаш оценила. Буду пользоваться дальше. Надеюсь, что не разочарует. Дальше. В моей косметичке вот такая вот тушь. Это тушь Фаберлик. Артикул 5598. По-моему, называется лучший сценарий. Вы знаете, она потрясающая. Я пользуюсь ей два месяца. И только начала она вот сохнуть. И моя тушь придет только сегодня новая. Поэтому я ее разбавила уже немножко мицеллярной водичкой. Тушь потрясающая. Ресницы после нее шикарные. Не осыпается. Иногда приходится носить ее по 24 часа на глазах. И она не осыпается. Поэтому, кто не пробовал эту тушь от Фаберлик, всем советую. И дальше остались у меня средства для губ. Так, давайте начнем с помад. Вот такая безумно красивая помада от Фаберлик. С зеркальцем. Она интересно очень открывается. Выщелкивается вот так. Это сиреневый нюд. Такой очень приятный. Сейчас тоже сделаю вам сводчик. Покажу. Вот так она смотрится. На губах немножко побледнее. Тоже можно поиграть с оттенком. Там в один, в два, три слоя она смотрится по-разному. Помада красивая. Не очень стойкая. Перекусы не выдерживает. Но красивая. Так, дальше. Помадка от Фаберлик. Которую очень сильно люблю. Артикул 471. Вот такого она цвета. Не знаю, нежно-кораллового, розового. Она безумно красиво смотрится на губах. Здесь есть немножечко шиммера, блесточек. И мне кажется, она вот что брюнеткам, что блондинкам подойдет. Вот так она смотрится, если немножко нанести. А можно и посильнее. Вот такой вот оттенок. Очень красивый. Я ее обожаю. Использую чаще всего. Вот ее осталось уже не так много. Так, следующая помадка. Это нюд. Я не помню уже, где ее покупала. 421 тонн. Это матовая помада. Эвер бьюти. По-моему, стоила она рублей 100. До вот такого вот цвета. Периодически ее использую. Иногда даже как тени, кстати. Сейчас сделаю вам сводчик. Вот такая. Она довольно плотная, насыщенная. Действительно матовая. Губы не пересушивает. Если видите, где такие помадки, попробуйте. Советую. Дешево и сердито. Дальше блески. А нет, вот еще помадка у меня от Vivienne Sabo. 218 оттенок. Это матовая помада. Тоже очень красивая, но не сильно стойкая. Опять же, вот такой удобный аппликатор. Она действительно матовая. У нее хорошее покрытие. Причем, когда ее наносишь, она немножко блестит. Вот такой вот цвет. А через несколько минут она полностью впитывается. и смотрится как матовая. Красивая помада, красивый оттенок, но не очень стойкая. Но вообще зато не сушит губы, не пересушивает и не стягивает. Так, и дальше блески. Так, первый блеск от Faberlic. Артикул его я вам уже не скажу, потому что он стерся. Идеальный объем. Вот в таком тоже интересном кораллово-розовом оттеночке. Немножко похож цвет на помадку, которую я вам показывала только что. Удобный аппликатор. Уже рисовать мне негде. Так, вот так он выглядит. Это действительно блеск. Он блестит. И оттенок у него... Даже какие-то вкрапления есть. Вот, посильнее вам сделала. Вот он. Он красивый. Он делает ваши губы объемными. Цвет замечательный. Но держится он тоже вообще прям вот совсем чуть-чуть. Вот такой вот блеск от Comfort Shine. Уже тоже не помню, где его покупала. Это нейтральный такой бежевый блеск с большим количеством блесток на весну, на лето. Это самое то. Он, кстати, держится даже дольше, чем Faberlic. Вот он такой нейтральный блеск. Типа того будет, что у меня сейчас на губах. Так, дальше. А, вот такая еще помадка тоже от Faberlic. Очень она мне нравится. Активно ее тоже использую. Посмотрите, здесь ее много. Я ей почти сейчас каждый день пользуюсь. Но она почти как блеск. Хотя более насыщенный цвет. Но у нее такая кремовая текстура. Очень питательная, увлажняющая. Держится тоже недолго. Артикул, кстати, 41098. Это стики для губ такие у нас есть. Классный оттенок. Классная текстура. Кремовая, питательная. Губкам очень приятно. Но держится тоже недолго совсем. И сейчас активно использую вот такие вот оттеночные бальзамчики от Faberlic. Этот у нас артикул 44122. Сейчас у меня на губах вместе с карандашом. Бежевый. Я уже в каком-то видео показывала вам сводчики. Он очень приятный. Нежная текстура. Понятное дело, что это бальзам. Он тоже быстро стирается, съедается и так далее. Но зато он здорово увлажняет губки. Он очень питательный. Я пользуюсь им активно тоже. И вот такой вот бальзамчик. О, ничего себе. Смотрите. На бальзамчик из серии летний с SPF 30 от Faberlic. Смотрите. Он превратился просто в кашу. Вот так. Имейте в виду, кто будет заказывать этот бальзам, что вам придется его доставать оттуда пальцем. Вот в такую кашу он превратился. Постоял несколько дней. Причем не на солнце, а на столике. Вот так. Сам по себе он классный. Из всех бальзамов от Faberlic самый питательный. И самый такой жирный. SPF у него еще 30. Артикул 4355. Но имейте в виду, он тает. Не знаю, как такую серию можно было солнцезащитную разработать на лето, что он в помещении, не при свете даже, он тает. Да, вот такой вот был бальзам у меня от Faberlic. Ну и на этом все. Вот такая у меня косметичка на весну, на лето. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если видео понравилось, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Ну а на этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok